Настоящая культура, настоящая Россия, Советского Союза. Наш большой друг Николай Андреевич Ибродимов решил подарить и подарил гитару, семиструнную гитару с подключкой, с тюнером. То есть Игорю Николаевичу можно на ней даже не играть. Сам Игорь Николаевич об этом, естественно, не знает. Не видно его там, нет? Мороза не видно там, нет? И он сейчас пошел с красивой девушкой куда-то пошел. А? Ну сейчас, да, не скоро, поэтому не будем его отвлекать. Вторая радостная новость, то, что у нас в семье родился сын Степан Михайлович, 27 мая. Спасибо. Ну и всех еще раз со всеми праздниками. Со всеми праздниками еще раз. 9 мая, и вот сейчас у нас будет Громко, Йорк, громко, 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 да? 12 июня был такой праздник, непонятный для меня. Но потом, как вы знаете, как всякий рост и человек привыкает ко всему, и к хорошему, и к плохому. Вот, и к 20 июня мы тоже, в конце концов, привыкли. Вот, и даже вот... День России. Наши ветра по дорогам пылят, Наши солнца бесконечный прилив. Здесь лежит моя родная земля, Каждый камень нашей кровью палит. А в морях богатых всплески волны, А подземных недр запасов не счесть. Только главное богатство страны Красота души людская на честь. И своим путем идём и вперёд, Через мир любой, любую войну. И летит высоко в небе орёл, Осеняя крылья взмахом страну. И не всё у нас красиво порой, И не сразу виден ревный ответ. Только есть у нас с тобой общий строй, Общий смысл, общий путь, общий свет. Под синюю, под высокою синю, Средь широких просторов, лесов и дубров. Россия! Наша жизнь Россия! Наша вера и сила от утра до утра. Запад, север, юг и восток Приходили с обнажённым мечом, Только через установленный срок Возвращались, получив свой расчёт. И летел над башней горечь и плач, И дрожал лопатит в тонкий огонь. Находили мы всегда ключ удач, От любых секретов лютых врагов. И опять струился свет над жребьём, И опять сияли храмы вдали. Слава Богу, мы в России живём, Слава Богу, друг, мы здесь родились. Слава Богу, мы в России живём, Слава Богу, друг, мы здесь родились. Под синюю, под высокою синю, Средь широких просторов, лесов и дубров. Проси я, наша вера и сила, Наша жизнь и сила, От утра до утра, От утра до утра, От утра до утра. Когда начинаешь углубляться в тему, Всегда возникают какие-то... Ты от тайги до бредастих морей, Ты от царей до секретарей, Русский, гатарин, башкир, еврей, Россия! Ты от стихи доставала до звёзд, Ты все стихи разрешала вопрос, Ты относила себя на погодь, Россия! Против бешеной стаи зверя, В жестоких битвах, В неравных боях, Ты в одиночку смогла устоять, Россия! Выбросив душу, Тогда в ноябре, Брала себя, Словно стая зверей, Ты расстреляла себя на зове, Россия! Твоя земля и честь твоя и слава, И детский смех, И прощуров по гостям, Твоя страна, Великая держава, Здесь нам стоять и жить на полный рост, Россия! 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 Ты беру золая, Ника судьбы, Тебя нельзя никогда позабыть, Нельзя понять, Можно только любить, Россия! Леса и горы, Поля города, Вчера и завтра, Сейчас и всегда, Ты молода, Словно речка вода, Россия! Пускай дороги, Пускай дураки, И безнадёги, Пусть рут на кусте, Мы не сдадимся, Нам милость тости, Россия! Восток и запад, И север и юг, Мы встретим завтра, Я знаю, Мой друг, Лишь не прервался бы рук, Наших круг, Россия! Родина моя, Из-за тьмы веков, Ты идёшь в боях, Долго далеко, В холод и жару, Не одна семья, Дай мне руку, друг, Родина моя, Россия! Россия! Извините, Закрытие. Мне просто попросили выступить на празднике в районе Марьино, Вот, И я вспомнил песни про Россию, Самая лучшая, конечно, песня, Вы знаете, Умывало красное солнышко, Руки чистые, Россия, Россия как Алёнушка, Вот, Но я подумал, Что петь Юрий Антонову будет, Надо что-то самому придумать, Но я вот сначала придумал, Вот эту Россию, да, Ростский, Татарин, Башкира и Юлия, Я залез на интернет, Привет, Вот, Выяснилось, что, дорогие друзья, Первое место по численности занимают у нас русские, Второе место украинцы, Третье место башкиры, Татары, Четвертое место башкиры, Пятое место, Уже не помню, Шестое место чечец, Один миллион тридцать тысяч человек, Вот, И Россия занимает сейчас первое место по добытым, По запасам полезных ископаемых, Первое место по запасам газа, Первое место по добыче нефти, Первое место по развердным запасам алмазов, Второе место по их добыче, И 136 место по продолжительности жизни мужского населения, Мужчина в России живет сейчас 34 года и 6 месяцев в среднем, А женщина 36 лет и 4 месяца, Что бы это значило, Непонятно, Вот, Вот, Юра ушел, Я хочу его дождаться, Мишка зови, Юра. Вот, Дорогие друзья, Я вас поздравляю, Значит, С праздником, С этим праздником, Который все-таки стал, По-моему, Праздником, Потому что люди в этот день все-таки ходят, Улыбаются, В выходной, Хотя, Может, Это и не совсем правильно, Вот, Ну а, Еще один праздник, Который, Еще один праздник, Который нас наградила история, Вот, 9 мая. Выходит на запад дорога прямая, Сквозь все демократии нашей судьбы, 9 мая, 9 мая, Похоже на небо, А все-таки были. А в небе строятся густые горы, Гоши и запахи лета летят над водой, И смотрят оттуда дивизии наших веселых, Красивых, Юных дедов. Дорогие друзья, Вот сейчас, Заходите, Садитесь, Пожалуйста. Значит, Дело в том, Что, Игорь Николаевич, Иди сюда, Морозов. Друзья, Дополнит лицо, Потом я его приставлю. Замечательный человек, Зиключительный, Замечательный. Дерешки, Ромашки, 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 Итак, Игорь Николаевич, Иди сюда, Пожалуйста. Дорогие друзья, Значит, Программа Антология военной песни Продолжается, И Наша программа С Игорем Николаевичем, Которая называется Батальонная разведка, Тоже продолжается. Минуточку внимания. Позови Юру, Пожалуйста. Вот он нужен, Дорогие друзья, Дело в том, Что Существующая жизнь в стране, Она не совсем способствует Вот этим песням, Ну и наоборот, И песни совсем способствуют Этой жизни, Но тем не менее, Наша история, Которая здесь вот сейчас стоит, Это великая история, И Очень приятно, Что люди, Что люди, Которые не пишут песен, Слава Богу, И не играют на гитарах, Вот, Они это дело слушают И слышат. И Я сейчас большой гордостью, Игорь Николаевич, Хочу вам преподнести Торжественной обстановке Персональную гитару Подарок Николая Андреевича Ибродимова, Это руководитель студии Значит, В районе Отрадное, Вот, Который, Которому было сказано, Он говорит, Ну что, Вот, Чего вам сделать? Я говорю, Да вот, У нас есть один парень, Который, Которого знает весь мир, И каждый день Где-то поют его Замечательные песни, Но до сих пор У него нет гитары Нормальной, Поэтому От вашего аплодисмента Мы ему дали Семиструнную гитару С подключкой, Тюнером Вот, Игорь Николаевич, Вам даже песни петь не надо, Она сама играет и поет Более большое спасибо, Кто-то вообще не ожидал, Честно говоря, Теперь самое главное, Ты должен ее настроить, Значит, Она настраивается очень просто, Смотри, Вот, 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 Вот эта штука, Вот, Тюнер нажимаешь, Я обещаю, Я обещаю, Что настрою к следующему разу, Нет, К этому разу, Батарейки поменяю, Чехлом, Батарейки есть, Чехлом, Да, Аплодисменты, Спасибо огромное, Николай Андреевич Ибрагимов, Десантник, Который провел, Из ближайших достижений его, Я хочу сказать, Что он организовал и провел выступление Ассамбля «Голубые билеты» В Крокус-Сити-Холе В прошлом году, Если помните, Осенью, Это проводил Николай Андреевич Ибрагимов, Замечательный человек, Наш большой друг, Который эту гитару купил Три месяца назад, Я говорю, Ну ты пришел бы, Он говорит, Ты знаешь, Я не успеваю, В ней времени очень, Нет, Не хватает, Очень много занято, Сильно, Вот, И Николаевич, Ну я думаю, Что это вот, Это бащика какая-то, Замечательный, Замечательный, Только у него прикладный, Я знаю, Чего кроме спасибо сказать, Прикладный, Нормальный, Пойдусь, Да, Второго, Я отправил, Будет? Второго, Нет, Не будет, Почему? Неизвестно, Ну не важно, Да, Вот, Спасибо, Да, Еще раз аплодисменты, Спасибо огромное, Ну и вот, Две песни я спел, Ну знаете, Что у меня есть традиция, Третья песня, Посвящается, Всем нашим, Которых сейчас уже нет, Как положено, Вы знаете, Да, Третий тост, Молча стоит ничего, Завтра, На ВДНХ, ВВЦ, Состоится акция, Которая называется, Ночь без войны, 12 часов ночи, 22 июня, Возле павильона, Номер 66, Культура, Начнется концерт, Сейчас дамы зайдут, И сядут, Я объявлю еще раз, Специально, 22 июня, В 00, 22 июня, 1941 года, На нашу с вами родину, Напала объединенное войско, 25 европейских государств, Которых проживало 400 миллионов человек, Сила этих людей была настолько мощная, Что они даже не переходили на режим военного времени, Они работали с 9 до 6, У них хватало всего, 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 Вот у меня дома лежит маузер ржавый, Это немецкая винтовка, И наша трех линейка, То есть, Как они сохранились, Как они выглядят, Это надо отдельно рассказывать, Видно, Что одно из них делали высокотехнологичное производство, Которое до сих пор еще, В общем-то, Выглядит как винтовка, А вторая наша трех линейка, Это просто палка железная, Которая, Палка, И все, Но тем не менее, Война началась в Бресте, А закончилась в Берлине, Вот, И 22 июня в 0 часов 0 минут, Мы вас всех приглашаем к павильону номер 66 ВДНХ, Нашей прекрасной столицы, Где состоится концерт-акция «Ночь без войны», Мы начнем петь, В 0-0, Закончим в 4 часа утра, Леветан, Бомбы, Ставая страна огромная, Ну и самое главное, Ощущение того, Что это все живет, Это все продолжает В наших душах существовать, Помнить память о Войне, которая прошла через каждую семью, по-моему, В душу холодом дунет, Жизни со смертью край, 22 июня, В 4 часа утра, Стены державы советские, Взрывы снаряды дорожат, В аду говорят по-немецки, Грешников и мне жат, Брест и Харьков и Киев, Ельни, Зубцов, Старинград, Панцервафр и Киев, В небе люфтвафты, как град, Кто там считает потери, Некому их считать, Вырваны окна и двери, Крышка нам, Ёж, твою мать, Кости ломаются с хрустом, Ад уж не ад, а бред, Слишком уж много русских, Не успевает сгореть, Разных веселых и грустных, Мамок, детей, солдат, И говорить по-русски, Уже начинает ад, Солнышко ярко осветит, Целень ползущих толпу, Возьму поправку на ветер, И надавлю на спуск, Башня взлетит с хрустом, Из-за тярного огня, В аду говорят по-русски, Немцев вряд ли понять. И еще одно новое произведение, В этом году самый главный год, Самая главная дата года, Дорогие друзья, Мы считаем, Это не первенство Европы по футболу, И не чемпионат мира по хоккею, И не выборы президента Российской Федерации, А самое главное событие этого года, Это 70-летие Сталинградской битвы, Вот, когда после поворота под Москвой, Значит, наши войска доказали, Что они в состоянии воевать по-настоящему, То есть организовали котел, В котором попало 330 тысяч немецких солдат и офицеров, Но Сталинград, Это такая замечательная вещь, Командир взвода в Сталинграде жил 3 дня, Командир роты 5 дней, Комбат жил неделю. Мы служили честно, Пили мы и пели, Мы не уходили, С линей и огня, Только здесь, Комбату, Жить всего неделю, Командиру взвода, Жить всего 3 дня, Только здесь, Комбату, Жить всего неделю, Командиру взвода, Жить всего 3 дня, Самолеты в небе, Кружат вроде уток, И пылают дыма, Танки на полях, Командиру роты, Жить всего 5 суток, Раскрывай объятия, Матушка земля, Командиру роты, Жить всего 5 суток, Раскрывай объятия, Матушка земля, Пули словно птички, Да порою вешней, Мчат на небо души, 5 минут вагон, Немец он воюет, Здорово, конечно, Ну и мы уперлись, В Волгу сапогом, Немец он воюет, Здорово, конечно, Да и мы уперлись, В Волгу сапогом, Кто с войны вернется, А кто в землю ляжет, Здесь никто не знает, Точных адресов, Старшина посмотрит, Да сквозь зубы скажет, Жить стрелку пехоты, Только 5 часов, Старшина посмотрит, Да сквозь зубы скажет, Жить тебе парнишка, Только 5 часов, Жить тебе парнишка, Только 5 часов, У каждого свои награды, И в небесах, И на воде, А здесь, В окопах Сталинграда, Пожить бы просто Лишний день, А здесь, В окопах Сталинграда, Прожить бы просто Лишний день, Давайте, ребят, Встанем, На секунду, И постоим, В память о наших Отцах, Дедах, Боевых товарищах, Которые не пришли Спорить сражение, Спасибо, Давайте сядем, Они выходят из лесов, Я говорил уже, Что 2 года назад Мне Господь подарил, Вот здесь, В этом месте, В этом кафе, В этом культурно-досуговом центре, Базируется поисковый Отряд Победы, В настоящее время Его бойцы Находятся в поле Под городом Зурцовом, Где выполняют Свои боевые задачи По, Значит, Подъему наших товарищей, Которых до сих пор Не похоронили, И 2 года назад Мне Господь подарил, 12 августа, Я нашел бойца Красной армии, Совершенно случайно, Без всяких Наискателей, Вот, У которого был медальон, В медальоне Вместо записки смертной Было перышко стальное, Вот, И вот так меня это дело Попашкишно дарахнуло, Что вот Я нашел еще Один стих, Которому хочу Предварить песню, Написанную тоже 2 года назад, То есть, Когда я сказал, Я вот шел, Просто тыкал, Щупал в землю, И пацан, Который шел рядом, Дик, Ну, Че там, Я говорю, Ну, там что-то хрустит, Он говорит, Ну, копай тогда, Ну, копай, Ну, я откопал бойца, Вот, Они выходят из лесов, Да, И вот, Я говорю, Я копаю, Копаю, Потом, Я докопал Примерно, Сантиметров 80, Он говорит, Вот здесь вот сейчас Будет война, То есть, Слои жизни, Они выходят из лесов, От рубежей, Когда-то важных, Из перелезков и высот, Где смерть застала Их однажды, Костями выщипленных рук, Металом скрученных пожарищ, Они меня за щуп берут, Я здесь, Копай меня, товарищ, Уходят в глину острие, Сквозь дни, И месяцы, И годы, И вдруг почувствуешь ее, Войну советского народа, Когда себя нельзя жалеть, Не сходить нам на обеды, Когда ты должен умереть За нашу общую победу, Только ты, пожалуйста, Слушайся в их прикосновение рук, Если слишком одинаковы душами, Ты его почувствуешь, Друг, Твоего бойца, Сердце, Стук, Он мне снился третий день, Вернее, Снился третью ночь, Сперва я думал, Требедей, И отгонял виденье прочь, Но в свете утренней зари, Блеснуло в душу кипяток, Он просто тихо говорил, Ты откопай меня, сынок, Лопатка, фляга, Весь мешок, И две гранаты РГД, Сосенки, ствол, карандашом, А возле них мой юный дед, Пропавший без вести войну, Пробелом между страшных строк, Ко мне ладони протянул, Только по меня, сынок, Мне Бог послал хороший день, И электричку, и такси, И взгляды сонные людей, Помилуй Божий и спаси, И я как будто бы здесь жил, Узнал окопчик под сосной, И вновь ночные миражи, Сблились, ведь и не одно, И старый газ, Держалый бок, По лезвию, Заскрыжетал, И в руки мне подземный ток, Потек сквозь выцветший металл, И я услышал взрывы мин, И я почуял, Боя злость, И диких трассеров огней, Меня пронзившие насквозь, И замер ветер в вышине, И время свой прекрал убег, И я почуял, как ко мне Подходит сзади человек, Ладонь кладет мне на плечо, Обернуться я не смог, И налетел на речу, Спаси Господь тебя, сынок. Поиски потерянной памяти, Поиски потерянной жизни, Слишком непростой занятие, Чтобы это делать всерьез. Но страны, Расстеленной скатерти, Снова кровь пролитая брызнет, Выдержишь ли ты испытание, Сам себе ответь на вопрос, Сам себе ответь на вопрос. Спаси Господь тебя, сынок. Заходите, дорогие друзья. Я спою еще одну старую песню. 22 июня 41 года, Дата, которая повернула всю историю Нашего народа, Каждого человека, Потому что то, что потом происходило, Было определено этой датой, Когда формула нам для обороны Ничего не жалкая, До последнего времени буквально работала. И вот, Песня, которую я сейчас спою, Была написана в 1986 году, После просмотра фильма Возерова, Обороны Москвы. Советский фильм, Советский совершенно стилен. Но как-то так все было сделано, Человек снимал по-настоящему. И вот я сейчас хочу спеть песню, Посвящение нашим с вами землякам. В Москве в июне 41 года, Жило 4 миллиона человек, Вот, 800 тысяч ушло в ополчение. То есть, каждый пятый москвич и москвичка Пошли воевать. Несмотря на 30-е годы, На ужасы все вот эти, Несмотря на то, что сейчас я читаю книжку, Воспоминания тетеньки одной, Которая жила в это время в Крылатском, Деревне. То есть, они пошли в октябре в Москву, За едой. Пришли и увидели, что стоят магазины, Открытые. Возле них валяется куча трупов. Из магазинов убегают люди с мешками. Тут подъезжает конная милиция, И их из пистолета шарашит. Потому что был приказ Остановить разбой. Вот. Но тем не менее, Тем не менее, Война повернула спять, Все-таки, наверное, не под Курском, А именно под Москвой. Потому что немцы остановились впервые, И люди во всем мире увидели, Что вот эта страшная машина, Которая ломает всех. За две недели Польша, Восемнадцать дней Франция, Вот. Дания, Бельгия, И все остальные, Всех, всех их немцы перемолотили. Причем, они сами были не готовы к войне. Вот. Но они так воевали здорово, Что Ничего с ними сделать никто не мог. За исключением наших с вами дедушек и бабушек, Немытых. Которые здесь под Москвой, Зимой 41-го года. Вместе со всем населением Советского Союза, Дивизия Панфилова, вы знаете, Она из Казахстана приехала. Сам Панфилов был военкомом. Вот. Остановила этих самых супер-людей. Вот. И я думаю, что это одна из дат, Которой надо гордиться. Девятое мое, прежде всего, Вместе со своим днем рождения. Потому что мы с вами говорим На том же самом языке, На котором говорили эти потрясающие люди, Остановившие всю Европу, Которая пришла сюда поживиться. Если вы не смотрели фильм «Пелый тигр», Я вам очень рекомендую там в конце Замечательный диалог, Что Гитлер говорит, Что мы хотели решить два вопроса, Которые давно хотела решить вся Европа. Это вопрос с евреями и вопрос с Россией. Ну, Извините, Как получилось, так и получилось. Вот. А я разговаривал с Машелом Язовым, Случайно мы проводили праздник В музее вооруженных сил. Я говорю, Дмитрий Тимофеевич, А сколько на машине было до фронта, От Кремля? Он говорит, Час двадцать. На той машине, По тем дорогам. От Кремля до фронта. Час двадцать езды было всего. Московское ополщение 41-го года. Под листопадом перешепорт полевый, Под осенью волшебные торжества, Уходит на войну Москва, Цвета и вои, Уходит по Стернаково Москва. И репины идут, и гилеровские, Торжественные и неумелые строи, И затихают улицы московские, Наполнив ожиданием воздух свой. Уходят и строги, и опоясаны, И веселые, смешные чудаки. И затихают тополи, и ясени, И двери, и трамвайные звонки. Уходят неуемные и скромные, Все, получивши звание солдат. Ведь сказано, вставай, страна огромная, Садовое, причистенка, Арбат. Уходят не за званием, не за славою, А потому что стало нелегко. Уходят Агранович, Сагуджа мою, Ваншенкин, Далматовский, Михалков. Ведь тех, кто были прежде, перебили. Сил не хватило веры или ума. Ведь против них сегодня Гёте с Шиллером, И Вагнер, и Бетховен, и Ремарх. Идут волоконамками, таганками, Бемоль, санскрики, римские права. И будут их давить подвязьми, танками, И в контратаках шмальстерами рвать. И мёрзлая земля, взрывов мятая, Примет творческие их пути. Идут, но всё же, в мае сорок пятого, Берлину в ополчение пойти. И 22 июля, ровно через месяц после начала войны, Был первый налёт немецкой авиации на Москву. Воевали немцы очень хорошо, это вы знаете все. Воевали они лучше всех. Несмотря на то, что снаряды у них кончились, Начальник тыла немецкого вермахта В сентябре доложил Гитлеру, Что все снаряды, отпущенные на восточную компанию, Они уже выстрелили. Вот так. А всё горючее сожгли в октябре месяц. Дальше была сплошная импровизация. Как с их стороны, так и с нашей стороны. А наши все стратегические запасы Остались в Киевском военном округе. Там были катсклады, Одежда, пулемёты, 22 тысячи танков, 54 тысячи орудий. Всё это досталось. Лучшая немецкая противотанковая пушка, Самоходная, Была сделана на базе нашей дивизионной пушки Е-22. Вы знаете. Вот. Взяли качающуюся часть, Поставили на чешский танк 35Т. И получилась вот такая вот штука, Которая стоила 20 копеек, Пробивала в лоб насквозь 34-ку. Вместе с снарядом вылетал через кормовое отделение, Через этот самый. Вот. Ну и вообще, Я говорил, Что это опять была война всего Запада против России. Все немецкие транспортеры были сделаны в Чехловаке. Это просто не принято говорить. Лучшая немецкая самоходка, Хецер, Была сделана тоже там же, В заводах фирмы Брно. В Брно делали её, значит, 75 миллиметров пушка И маленькая ходовая часть, Четыре опорных катка всего, Тоже стоила 20 копеек. Треть-четверка в лоб пробивала, То же самое насквозь. Ну и вот, 22 июля, Первый налет. Вот, но, Вот я сейчас читаю, Немцев читаю, Они вспоминают с ужасом первое начало войны, Что они сразу поняли, Что всё пипец, Дальше ничего хорошего не будет, Потому что таких потерь у них не было. Французы сдавались им, Выходил полк на плац, Строился, И строим складывал оружие. Честь отдавали немцам, Знамёна им сдавали и так далее. То есть немцы не могли догнать на танках. Вот, А когда они пошли Воевать с нами, Конечно, Первых сражений, Приграничных, Поскольку воевать не умели, Не знали, Что такое танки, Танковых корпусах были одни танки, Не было ни мото-пехоты, Ничего. Вот, И плюс эти танки были сделаны, Т-34-76, Выпуска Сталинградского тракторного завода, Имел систему очистки воздуха, Которую через 150 километров Надо было выбрасывать двигатель, Потому что всё забивалось В масляной смеси, С пыли, И поршня, Значит, Надо было полностью перебирать всё это дело. Это, Американцам подарили два танка, Они себя испытали их, И написали отчёт. Вот, Ну, Вот, 22 июля, Но, Связь с нами, Два года назад ушёл из жизни Великий человек, Евгений Данилович Горанович, Который написал массу песен, Наших, Наших песен, Боевых, Настоящих. Я весенним лесу пил «Берёзовый сок», Это он написал, Неношкин. Герой былых времён, И остался параллельно, Тоже он написал. 17 лет ушёл пацаном, Воевать, Он был грамотный, Его взяли во фронтовую газету. А там война была, Я говорил, какая, Пять дней, И командира роты нету. Поэтому, Когда он начинал с наступления, Серьёзное, Офицеров быстро выбивали, И он два месяца командовал, На передке батальоном. Он 17 лет, Молодой Еврей Кучерявый, До него командовал высокий, Красивый русский, Блондит. Сами понимаете, Разница ощутивная сразу. Но он так командовал нормально, Что через две недели вышел на улицу, Вечером покурить. Смотрю, Говорит, Народ не спит. Я говорю, Что случилось? Говорит, Ты считаешь, Лейтенант, Вас охраняют. А как? Меня. А вот, Немцы же, Они же умные, Они же всё знают, Кто командует, Как фамилия там, И всё остальное. На соседнем участке, Комбат был тоже толковый, Они его ночью украли. Ну, Переползли там, 200 метров всего. Мены сняли свои, Наши тоже сняли. Пришли, Значит, Ночью, Когда все, Часовой заснул, И украли его. И всё. И воевать сразу стало легче. Немцам, в смысле. А мы, говорит, Вас не хотим отдавать, Чтобы вас украли. Поэтому, Вот народ сидит, И не спит, И охраняет вас. Потому что, Вы, говорит, Нас бережёте. Потому что, Сами знаете, Люди очень разные были. Ещё один мой знакомый, У него был отец, Который всю войну провоевал, В 1944 году его тяжело ранило. А вот его, После школы тоже, Поставили командовать взводом, Ротой. Ну, пришёл, Посадил старичков, Говорит, Ну, что, отцы, Будем воевать, Будем воевать. Вот боевую задачу получили. Взять деревню. Что будем делать? А у него из огневых средств, Только два пулемёта Дегтярёва. И по три диска на каждый пулемёт. Ну, говорит, Давайте, Вот один говорит, Давайте по полосу, Кольку с Васькой, Через болото. Ну, немцы, Там обороны нет, Они не любят воевать В плохих условиях, Мекера. Пусть они залезут к ним в стрелы, И постреляют из пулемёта. Немцы подумают, Что их обошли, И сами уйдут. Ну, давай, Говорит, Ну, если уйдут Кольку с Васькой, Ну, война, Всё-таки война. Ну, давай. Ну, и так всё и получилось. Колька с Васькой пришли, Постреляли из пулемёта, Поорали там, Дегранаты бросили. Немцы встали И ушли из дерева. Доложили. Задачу выполнили. Следующая задача приходит, Опять вперёд. Ему уже, Деды говорят, Слышали, Волкова, Ты сиди вот здесь вот, А мы сами пойдём там, Ураза Сталина. Потому что предыдущего командира, Они потихоньку застрелили, Потому что человек был очень нервный, Бегал по окопам, Сам сидел в окопе, А сревольвером, Значит, Всех на это самое, Вперёд в атаку. Ой, Я чё и много рассказываю. Я просто хотел посвятить первую часть, У нас обычно на разогреве я выступаю, Вот, для тех, кто первый раз, А вторая часть основная, Игорь Николаевич поёт свои замечательные песни, Вот, Я сейчас хочу петь тогда песни Про Великую Отечественную войну, Потому что завтра у нас, У меня завтра будет очень такой непростой день, Я буду вести этот концерт на ВДНХ, Мы его проводим уже 12-й раз, ребят, А мы его раньше проводили на турбазе Боровое, В озере, На озере стоит понтон, Ставим сцену, Ставим звук, И пошли. И в 4 часа утра, Соловьи поёт, Тишина, Солнышко всходит, И мы встаём, И включаем сначала, 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 Найду потом, Сами понимаете, Что, включаем. Сбился я с этого самого, С налёта немцев на войну, На Москву, Лучше я вам про танки споюсь. Танкисты, Я уже говорил, Наши замечательные танки, Они были так здорово сделаны, Особенно, Когда немцы в 42-м году Расточили своё орудие, На Т-4, Вот, То есть, Поражали одинаково друг друга. Ну, Плюс у них там, Прицел 8 крат, У каждого люк, Ну, И работать, Конечно, Было легче. У нас, Т-34, Радиостанция выходила из строя Через 50 км пробега, Потому что, Солна лампах. Усилие на рычаге, У механика-водителя, 45 кг. Заряжающий, После 20 выстрелов, 30, Обычно угорал, Поскольку выдержка не работала, И лежал на боевую плавку. Вот, И о бою вели два человека. Командир, Который был одновременно И заряжающим, И наводчиком. Который, Сапади ставил на плечи Механику-водителя, И давил ему на плечо, Либо налево, Либо направо. В зависимости от того, Куда нужно повернуть. Но если нужно остановиться, Он ему бил тихонько по затылку, Тот останавливался, Командир стрелял, Перезаряжал пушку, И ехали дальше. И, Значит, Механик-водитель, Который, Радиост ему помогал Переключать передачи, Три передачи вперед, Одна назад. Вот, И он люк не закрывал, Потому что триплексы были сделаны Из стекла на букву Г, Не подумайте, Что хорошие. Вот, И вот так вот Они шли вперед, Совершали героические подвиги, И так, Амтисты. А в люк втикает у воздуха вино, И бьется синим Жилка у виска, Давай-ка, брат, Покурим по одной, И вдаль поедем Смерть свою искать, Давай-ка, брат, Покурим по одной, И вдаль поедем Смерть свою искать, Послушаем кузнечиков в траве, Оркестр их военно-полевой, Пусть погуляет ветер в голове, Пока ты целый, Трезвый и живой, Пусть погуляет ветер в голове, Пока еще ты целый и живой, А впереди неведомая даль, В которой растворится моя жизнь, Тридцать четверки, Главная деталь, Танкиста, Закопченый организм, Тридцать четверки, Главная деталь, Танкиста, Закопченый организм, А если уж не обойтись без слов, Давайте скажем правду о войне, Нам с немцами пускай не повезло, Им с нами не везет еще сильней, Нам с немцами пускай не повезло, Им с нами не везет еще сильней, И машут свет зеленые вершины, И на реке качается вода, Да ты не трусь, Железная машина, Тебя в обиду экипаж не даст, Да ты не трусь, Железная машина, Тебя в обиду экипаж не даст, В следующем году, Главное событие года будет 70 лет, Курской битвы, Раня крепка, И танки словно ветры, Ну а Курская битва, Вы знаете, да, Специально немцы сделали новые танки, Тигр пробивал 3-3-4-7-6, В лоб в состоянии 4 километра, Насквозь, Пантера пробивал в состоянии 2-2 километра, Примерно, Потому что очень длинная пушка, Мощная, Т-34-7-6 воевали на Курской дуде, Они пробивали кивер, В борт вообще не пробивали, Пантеру пробивали в состоянии 400 метров, Ну и вот эта замечательная Прохоровская битва, Это когда, Значит, на одну дивизию, На три дивизии немцев, Вышла наша 5-я гвардейская танковая армия, 366 машин, Которые составы были, Значит, из бригад Т-34-7-6 И танки Т-70, 45-миллиметровые пушки. Броня крепка, И танки словно ветры, И старшина Налил нам души, Таневец бьет нас в лоб с двух километров, А нам его лишь матом в лоб прошить, И новой краской Зеленеют танки, Комбат-аборт За Сталина несет. Вот только жаль, От вражеской болванки Нас никакая надпись не спасет, Вы взглядом нас, Ребята, Проводите, Чтоб рычи не давил на все на сто. Небритый черт, Механик наш, Водитель, Наш Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой, И чтоб наводчик, Дьяволу по глазу Давил быстрей свои махвики, И по машинам вражеским не мазал, Всем героизмом нашим вопреки, Из атаки выйти незадетым, А немца, Коль не задрожит рука, Коль попадет, Так чтобы рикошетом, А коль пробьет, Так сразу, Чтоб БК. Ну вот и все, Загрохотали траки, И лесокрай окутался огнем, А тот, кто будет жив после отдати, Пусть остальных из кружки поменет. Броня крепка, И танки наши быстры, И наши люди мужества полны, В строю стоят советские танкисты, Своей отчизны, Верные сыны, Верные сыны, Верные сыны, Заводи, пошла танковая атака. Отец моего друга воевал в бригаде прорыва, Танки КВ. Вот он рассказывал, 48 машин, Значит, полоса наступления 6 километров, Надо было проехать 5 километров туда, Немцам, Выйти на западную окраину села. Два с половиной часа подготовка, И вперед, Медное поле, Там какие-то проходы проделали, То ли их проделали, То ли их не проделали. В общем, На западную окраину села Выехало две машины всего. Одна машина от этого, Отца моего друга, Вторая машина, У нее снарядом перерубило ствол. То есть, Она могла ездить, Но стрелять она, К сожалению, Не могла. Там говорят атака. Красная ракета, И до пола газ, Мы не видим света, Свет не видит нас, В триплексах летает небо и стерня, Ну давай, родная, Вывози меня, А в прицеле скачет, Прямо над стволом, Ближняя задача, Роща за селом, Нам проехать шутка, Полторы версты, Только в промежутке, На броне кресты, И кто второй, кто первый, Все не для меня, Ты снаряд пантеры, Выдержи броня, Пусть поможет либо дьявол, Либо бог, Чтоб под их калибры, Не подставить бог, Несет нам в лица, Ветер встречный, Калибры вражеских стволов, Мы будем жить, Легко и вечно, Нам только в это взять село, Из-за ближних, А ты чей-то длинный ствол, Ну давай, ребята, Загаси его, Все равно, Как огонь, Я там прицелил зверь, Выстрел броневойный, Разберет теперь, Хруст немецкой пушки, Содранных костей, Цифры на вертушке, Счетчик скоростей, Ты давай, зараза, В рычаги играй, Только ногу с газа, Брат не убирай, Мы ударения, Пора всталим, А скорость смотри, Разберет, И тридцать тонн, Уральской стали, Летит вперед, Летит вперед, Трастеры снарядом, Огненный клубок, Вот кому-то рядом, Залепили вбок, Полыхнула разом, В небеса свеча, Мы за вас, ребята, Валим сейчас! Тишина запела, Слонами в ушах, Но еще летела, На броне душа, На небе гуаши, Господа купе, Вся бригада наша, Пять машин теперь, А когда затихли, Взрывы и стрельба, И горела тихо, Ближняя изба, А над черной сушью Выжжены травы, Тихо плыли души, Мертвых и живых, А в облаках Цветут гуаши, А над рекой Полос коржи, И это поле Снова наше, И мы с тобой Смогли дожить, И это поле Снова наше, И мы с тобой Смогли дожить, Ну а танкисты Жили очень хорошо, У них, значит, Наступление, Спали они часа по два в сутки, Потому что им надо было Машину обслужить, Зарядить ее, Заправить, 98 снарядов, Вытащить из ящиков, Очистить масло, Вот, Снарядов, Патронов кучу, Значит, Забить в диски, И залить горючее, Горючее заливали Очень просто, Привозили почку Солярки, Сбрасывали ее, Вот, У них было, Ведро было, Брезентовое, Вот, Лейка, И шелковый платочек Командиру танка выдавался, Чтобы солярку эту процеживать, Потому что сами знаете, Где делалось И в каких условиях, Вот, И вот один держал, Зимой этот платочек, Звони точнее держали, А второй лил из ядра солярка, Заливали в бакер, Вот, Ну и вот, Ну собственно, То есть я когда читал эти книги, Я понял, Что ничего у нас не меняется, Как, 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 Воевали всю жизнь, Вот, В таких условиях, Вот, И в общем-то, За счет личного героизма Выполняли боевые задачи, Не выполняли, Несовестимые с человеческой жизнью, Николаевич? Так оно все до сих пор и продолжается, Сейчас в армии, Конечно, Хорошо, Сейчас там тетки, Значит, Моют полы, Аутсорсинг это называется, Значит, Бублики там, Ёброты, Чопы их охраняют, Да, Ну ладно, Что из этого получится, Никто не знает, Конечно, Вот, А песня называет следующее, Тоже посвящается всем русским людям, Которые воевали везде, Обед называется песня, Посвящается полковнику Мухину, Который служил в Кубинке, Имел рост 158 сантиметров, Водил на показах танк ИС-3, У танка ИС-3 усиленное рычадье, Было 130 килограммов, А боевое отделение не позволяло Людей выше 160 сантиметров Туда запихивать, Потому что это величие Русской танковой мысли, Оно сделало это бронерное чудовище Вот такого размера, Значит, Полковник, Лучший механик-воитель, Это Натарин, Полковник, Да, Серьезно, Я говорю, Его не знаю, То же самое было, Ребята мощно, Он не здоровый, Его не надо, Кстати, Кстати, Белый Тигр, Тоже вы, Лучше взводник, Ахол, Посмотрите, Если, Там заряжающий, У них был, Якут, На которого, Эти самые, Пороховые газы Не действовали, Мы вышли из боя И сели за стол, Пора наступила, Обеды, Из фляжки зеленой Налили по 100 За общую нашу победу, Из фляжки зеленой Налили по 100 За общую нашу победу, А первый поднялся Радист наш стрелок, Броня, Говорит, Это главное в танке, Давай за броню нашу Выпьем, браток, Чтоб все отразило, Болванки, Второй встал на мочек, Леграстый герой, Рязанский парнишка, Василий, За пушку свою Нам налил по второй, Она, Говорит, Наша главная сила, Нелегкое дело, С фашистом война, Но все же, Друзья, Как хотите, Без дизеля, Чудяки, Там кухона, Налил нам Петрович водитель, А наш командир Все сидел и молчал, Внимая минутам покоя, И только по кружке Тихонько стучал Своей обожженной рукой, И только по кружке Тихонько стучал Своей обожженной рукой, И, глядя куда-то В туманную даль, Облупил заключительный выстрел, Давайте за главную танкодеталь За наших советских танкистов, Давайте за главную танкодеталь За наших советских танкистов, По полной заголовную танкодеталь За наших советских танкистов, Спасибо. Вот, и, значит, Песня такая, Сразу появилась, Я уже перехожу К другой части, К современности, Совершенно случайно появилась, Сами знаете, Лучшие песни появляются с Будуна, Мы праздновали какой-то праздник, Я уже не помню какой, И утром я встал, Вышел на улицу, Еще когда в Северном Чертаноме проживал, Смотрю, стоит большая, Красивая немецкая машина, ВСДС, Бенц, Вот, и у него на антенке сверху, Гвардейская ленточка, И как-то мне это все дело пробило, И появилась песня, Которую прошлую пятницу Мы вместе с Эдуардом Николаевичем Испенским Проревели в радиостанции Радио Россия, Он сказал, что песня неплохая, Ну, слава Богу, Освещается всем нам, опять же. Финал простоты с красотой Текущего силу момента Над мерцом немецким бортом Трепещет гвардейская лента Над мерцом немецким бортом Трепещет гвардейская лента Прицепленная поутру Над круповской бешеной сталью Трепещет она на ветру Пронзая столичные дали Над опелем и БМВ Над кайзером, Сименсом, Бошем Над жизнью в столице Москве Что ГАЗ так и не укокошил Над кровью добытым в боях Великим товарообменом Над духом, что нет нифига И вечно пухим ебеном Над немцем и над москалем Казахом, хохлом и евреем Над губом, аж штаном, кремлем Трехцветная ленточка леет Над губом, аж штаном, кремлем Гвардейская ленточка леет Пусть жизнь наша юрш твою бить То красным, то белым, то синим Фашиста никто не сумел Сумела одна лишь Россия Хлопаем! Фашиста никто не сумел Сумела одна лишь Россия Финал простоты с красотой Текущего символ момента Над мерцом немецким бортом Трепещет гвардейская лента Над мерцом немецким бортом Трепещет гвардейская лента И черт с ним, с этим футболом И наплевать нам на него Зато мы в хоккее лучше все Так, я начинаю заканчивать Я хотел Не-не-не, мужики Сейчас я хотел петь еще три песни Вместе с вами Поэтому сейчас у нас основная часть будет Значит, первая песня посвящается всем Я не буду просить, поднимите руку Там, кто служил Я знаю, что все служили Даже женщины Потому что все нормальные люди В Советском Союзе Вот И вот посвящается эта песня По официальной статистике Которую я прочитал Десять лет назад В журнале «Аргументы и факты» В газете После 9 мая 45-го года Слушайте внимательно Не было ни одного дня Мировой истории Что где-то не шли войны В которых принимали участие люди Которые говорили по-русски То есть наши с вами соотечественники Во всех этих войнах Участвовали наши И так они участвовали Что до сих пор нас считают Великой страной Я думаю, что Россия Великая страна Не потому что большая А потому что дух у нас Вот у тех, кто вот сейчас здесь собрался У тех, кто поет эти песни Вот он действительно дух великой страны Которая боится бояться Я бы вот так сказал Ну и Николаевич Тебе родной посвящается эта песня И песня тоже И песня тебе посвящается И гитара тебе И песня И вообще все эти песни посвящается И биологически Да Ну что такое двухсотые Наверное, не надо объяснять Дымит забитый караван Есть результат И нет двухсотых Сегодня подарил Афган Удачи боевой красоты А тут породил приказ Через день у камышей Где мостик через речку Зыбки Мне руку пулею прошил Мальчишка-срочник по ошибке Пусть блестят награды Гордо на груди Жизнь она, зараза, не кончается Выполнить команду Вольно разойдись Что-то, Миш, никак не получается Выполнить команду Вольно разойдись Что-то, блин, никак не получается И возвратились мы в свой дом Который грудью защищали А там такой вот, блин, дурдом Всталай и выходи с вещами В подъезде делены шприцы Бандит в костюме на районе О жизни, как связать концы И академик не догонит Много капитализма, крах Конечно, темпель неизбежен Нам было легче в тех горах Где были враг и воздух свежий Летят снега, текут дожди И гложет ржа, стволы, орудий Команды, вольно разойдись Для вас, товарищей, не будет Летят снега, текут дожди И гложет ржа, стволы, орудий Команды, вольно! Хорошо Для нас, товарищей, не будет Предпоследняя песня Почему-то ностальгические воспоминания Окуривают Которые называются Советский Союз Я не говорю, что это хорошо Я не говорю, что это плохо Просто вот И вот хочу петь в этом полу Такую песню Написанную далеко в 43-м году Павлу Шубину Как написано в справочнике Стихи первого белорусского композитора На музыку первого белорусского поэта Композитора Исака Любана Раньше с нами мы пели песни Битлз Пели Высоцкого Пели «Машину времени» А потом, лет 10 назад Стали петь артиллерийцы Ставян Рабрикад И от этой простой песни Почему-то в душе возникало гораздо больше энергии Чем от любой шизгара И прочих русских народных ансамблей Типа «Криденс», «Дипеополка» и все остальное Редко друзья нам встречаться приходится Не, не так, извини Если когда-нибудь вместе встречается Парочка старых друзей Все, что нам дорого, припоминается Песня звучит веселей Все, что нам дорого, припоминается Песня звучит веселей Редко друзья нам встречаться приходится Но уж когда довело Вспомним, что было И выпьем, как водится Как на Руси повелось Вспомним, что было И выпьем, как водится Как на Руси повелось Пусть вместе с нами Семья Ленинградская Рядом сидит у стола Вспомним, как русская Сила солдатская Немца затихлим гнала Выпьем за тех, кто неделями долгими В мерзлых лежал в блиндажах Бился на лаване Дрался на фухоле Не отступил ни на шаг Бился на лаване Дрался на фухоле Не отступил ни на шаг Выпьем за тех, кто командовал трудами Кто заверзал на снегу Кто в Ленинград пробирался болотами Горло лавая врагу Будут навеки в преданиях прославлены От пойметной пурыгой Наши штыки на высотах Синянина Наши полки под амбой Выпьем за тех, кто погиб под Синянина Тех, кто не сдался живьем Выпьем за Родину Выпьем за Сталина Выпьем и снова нальем Выпьем за Родину Выпьем за Сталина Выпьем и снова нальем Встанем и чухнемся Кружкой и стоя мы Братства друзей боевых Выпьем за мужество Павших героями Выпьем за встречу живых Выпьем за мужество Павших героями Выпьем за встречу живых Выпьем за русскую удаль тяпучую За богатырский народ Выпьем за армию нашу могучую Выпьем за доблестный фалор Выпьем за армию нашу могучую Выпьем и снова нальем Хочу всем пожелать хорошего настроения у жителей Потому что хорошую мысль мне подсказали Когда был Песлан, все переживали, ходили А мне спецназеры мои, Козлевич и остальные Говорят, смешу, что ты терпишься? Все, мы там все будем Ты сделай, что можешь, и будешь, что будет И вот очень хорошая есть песня, которую написал ветеран Великой Отечественной войны Константин Ланшенкин Старший сержант воздушно-десантных войск, между прочим, дорогие друзья Я хочу вас всех сейчас поздравить с тем, что у нас сейчас продолжается фестиваль За Родину, Десант и Спецназ И спеть вместе с вами эту великую песню Которая, на мой взгляд, является Родиной Родина – это нифига не нефть, не газ А это слова и музыка, которые у вас в душе играют Тот язык, на котором будем материться, когда будет совсем тяжело Или будем радоваться, когда совсем хорошо Это вот и есть, это самая Родина Я думаю, у каждого она есть в душе Поэтому не надо бояться территориальных уступок И прочих всяких вещей забавных Вот, вот он написал Я думаю, что это правильно Это то, за что стоит его и водить Не зря немцы, когда на нас наступали Они хотели, чтобы у нас не осталось ни письменности, ни музыки Ничего, чтобы осталось Мало и просто Я люблю тебя, жизнь Что само по себе и не ново Я люблю тебя, жизнь Я люблю тебя снова и снова Вот уж окна зажглись Я шагаю с работы устало Я люблю тебя, жизнь Я люблю тебя, жизнь Я люблю тебя, жизнь И хочу, чтобы лучше ты спала Нет, не мало Дано Живь земли и равнина морская Мне известно Давно Бескорыстная дружба мужская В звоне каждого дня Как я счастлив, что нет мне покоя Есть любовь у меня Жизнь, ты знаешь, что это такое Как поют соловьи Полумрак, поцелуй на рассвете И вершина любви Это чудо Великое Дети Вновь мы с ними Пройдем Детство, юность Воксалы Причалы Будут внуки Потом Все опять Повторится Сначала Ах, как годы Летят Мы грустим Седину Замещая Жизнь Ты помнишь Солдат Что погибли Тебя Защищая Так Ликуй И Вершись Трубным звуком Весеннего Гимна Я люблю Тебя Жить И Надеюсь, что Это Взаимно Так Ликуй И Вершись Трубным звуком Весеннего Гимна Я люблю Тебя Жизнь И Надеюсь, что Это Взаимно Вот Спасибо Почему ты эту песню называешь патриотической Я бы сказал, что это очень индивидуальная песня Она гораздо более Толкая И нужная Чем Многие песни Акуржарова, Высокского и так далее Хотя ее пели хором, хотя ее представляли за что-то сверхъестественное Вот А сейчас, дорогие друзья Я не буду ее зараживать Я с тобой щекаюсь Ну ты сделай вид Я сделаю вид Я то сможешь скажу Скажи Буквально три слова Война не кончилась 9 мая 1945 года Это все наше комендант Берлина Ничего не значащий прыщ на одном месте После долгого раздумья и почесывания и совещания неизвестно с кем Наконец подписал на наших условиях капитуляцию Берлина Мой отец, участник парада победы в гвардии Гвардии капитан фронтовой разведки воевал до 1948 года Воевал и на Западной Украине в основном в том числе Когда выковырали остатки Дивизия А что касается 9 мая Берлин После этого 8 дней Потому что подтянулась дивизия Шарли Мэйн Оснащенная ягдтиграми, ягдпантерами Наборная со всей Европой Михаил правильно сказал Мы воевали со всем миром И поэтому мы не празднуем победу в Великой Второй мировой войне А мы победили во Второй Отечественной войне И наши отцы и деды Герои Великой Отечественной войны И матери тоже кто в Тулу сражался Поэтому я сейчас предлагаю тост Это не начало войны 22-24 мая Это был парад победы Первый парад победы Который никогда больше не повторялся Когда немецкие знамена бросали к мавзолею Когда гвардейцы Специально автозные фронтов Война продолжалась Специально В Алешских казармах недели И потом маршем прошли перед мавзолеем бросая Так вот за победу друзья За победу Точка была поставлена 22-24 июня 45-го года А что сейчас творят там наши местные власти Праздную победу в Второй мировой войне Девятые То ну среди недели Девятые мая То еще что Черт чего Вот за эту За победу За победу Мы сыны внуки и дочери За внучки победителей За то что живы За победу Выпить Где бы выпил Лише выпить За Второй мировой